Самые страшные болезни желудочно-кишечного тракта это те, на которые мы не обращаем внимания. Например, мы не обращаем внимания на гастрит, а именно он может привести вас к онкологии. Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская и на этом канале мы говорим с вами о том, как восстанавливать здоровье с помощью нутрициологии. Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская и на этом канале. Вот тогда мы думаем, боже, ну как же так, что же случилось, да, сваливаем все это на генетику, но на самом деле мы должны понимать, что к раку мы не приходим с понедельника на вторник. Не возникает у нас и сахарный диабет с понедельника на вторник, и ни одно серьезное заболевание у нас не развивается с понедельника на вторник. Мы идем к нему годами, и некоторые, конечно, имеют такой ресурс побольше и путешествуют к этому заболеванию, например, лет 20. А кто-то доезжает до него лет за 5, потому что изначально организм не настолько сильный, не настолько иммунка справляется, так скажем. Так вот, как получаются такие заболевания? Начинается все с того, что у нас немножечко сбивается питание, немножечко добавляется стресса, мы немножечко недосыпаем и меньше гораздо двигаемся. Все эти состояния останавливают процессы в нашем ЖКТ, следовательно, идет недопереваривание пищи, недоусвоение пищи, процессы гниения, процессы брожения в кишечнике. И по факту мы получаем воспаление, например, гастрит. Потому что гастрит – это заболевание, которое ассоциировано с воспалением слизистой оболочки желудка. Любое заболевание на ИТ – это воспаление слизистой оболочки желудка. И вот к таким заболеваниям мы приходим потому, что, например, в нашем рационе очень много углеводов. Казалось бы, как связаны эти вещи? Но дело все в том, что излишние углеводы, они запускают такое состояние, как инсулинорезистентность. А вот она уже запускает всевозможные воспаления в нашем организме. К чему приводит такое состояние, если оно длится годами? Оно приводит к износу пищеварительной системы, оно приводит к напряжению иммунной системы. И рано или поздно, одна за одной, начинают сдаваться функции желудочно-кишечного тракта. Мы становимся дефицитны по многим витаминам и минералам, потому что организм тратит гораздо больше витаминов и минералов на то, чтобы стабилизировать это состояние. На то, чтобы хоть как-то скомпенсировать. И человек жил, да? Потом у нас начинается симптоматика. Там болит, тут давит, тут вздувается. Мы не обращаем на нее внимания, либо симптоматически просто как-то замазываем эту проблему. То есть выпили таблетку там себе, да и все, вздутие прошло. И не воздействуем на причину состояния. А причина состояния в нашем образе жизни. Так вот, когда мы не обращаем внимания на эти вещи, они начинают у нас усугубляться. И организм до поры до времени использует свои ресурсы. А когда ресурсы заканчиваются, вот тогда начинается проблема, большая проблема. И вот с этой проблемой мы бежим за таблеткой. Мы бежим за волшебной таблеткой, которая разом исправит вообще все состояния в организме. Но, к сожалению, так не бывает. Образ жизни нас приводит к этому, и образ жизни нас может из этого состояния вывести. Образ жизни это когда вы уменьшаете количество углеводов в рационе питания, добавляете движения, начинаете высыпаться, начинаете по-другому реагировать на стрессовые ситуации. Потому что стресс это не сама ситуация, это наша реакция на ситуацию. И вы начинаете чувствовать, что а вот уже в ЖКТ какие-то изменения начинаются. Уже меньше вздутия, уже не такое газообразование, а потом вы чувствуете, что кожа стала не такой сухой, волосы перестали лезть. И вот по таким признакам, не по анализам, вот по таким признакам мы можем понимать, в какую сторону двигается организм. Положительная у него динамика или отрицательная. Потому что многие из нас делают огромную ошибку, они ориентируются только лишь на результаты анализов. Но результаты анализов это всегда вторично. Потому что, во-первых, они запаздывают. Во-вторых, все зависит, например, от качества маркеров, от того, насколько вовремя медсестра сняла жгут. От того, как вы чувствовали себя, например, накануне, были ли вы в стрессе, или чего вы съели, или какие витамино-минеральные комплексы вы пьете. Все это будет влиять на ваши результаты анализов. И зачастую результаты анализов просто запаздывают. То есть у вас уже есть состояние, но анализы еще не показывают его. А вот симптоматика ваша уже будет налицо. Поэтому ориентироваться всегда надо по клинической картине. И потом уже, может быть, некоторые вещи подтверждать или подсвечивать анализами. Я часто, как нутрициолог, встречаю такую картину, когда ко мне приходит человек с хроническими уже неполадками в желудочно-кишечном тракте. Тут сбоит, тут урчит, тут вздувается. Тут волосы сыпятся, кожа сухая, ну и так далее. Много проблем. Но при этом анализы у него идеальные. И иногда я вижу людей, у которых практически нет симптоматики. Их мало что беспокоит. Но при этом мы смотрим в анализы, а там просто, я думаю, господи, как ты сюда дошел-то вообще? Как ты еще жив вообще? Вот, потому что на самом деле мы очень сильно разные. И нельзя нас всех под одно среднее какое-то подравнивать. И всегда симптоматика, это всегда самый точный и достоверный маркер ваших заболеваний. Поэтому, чтобы не доехать до страшных действительно болезней желудочно-кишечного тракта, надо обращать внимание на, казалось бы, безобидные какие-то проявления. На, казалось бы, такие, которые, ну подумаешь, там все с этим живут. У нас к этому привыкают люди. Мало того, у нас это становится как бы такой общей парадигмой, что болезненные месячные, это нормально, это ненормально. Гастрит, это нормально, все с ним живут. Это ненормально, потому что это то состояние, которое пред. Вот перед диабетом есть инсулинорезистентность. Перед гипотириозом есть субклинический гипотириоз. Это те состояния, которые еще можно корректировать без гормонов, без там серьезнейших препаратов. И вот эти состояния пропускают, к сожалению, традиционная медицина, потому что это не диагноз, и лечить они его как бы не имеют права. И тут мы с вами можем влиять на это образом жизни. Но опять же надо знать как. Надо знать свой организм, надо разбираться в нем, надо понимать, как конкретно ваш организм работает, какие у него есть непереносимости, например, пищевые. Потому что пищевые непереносимости будут тоже запускать воспаление. И пищевые непереносимости могут быть разные. Продукт может быть очень полезным. И инстаграм, и социальные сети вам пишут, что этот продукт несет вот такую-такую пользу для организма. Ешьте его, и у вас там не будет вот этого, этого, этого. Это на самом деле правда. Но только конкретно ваш организм, например, может его не переносить. И у вас будет вяло текущее воспаление на фоне приема этого продукта. Это тоже надо знать. Это нюансы, из которых складывается картина вашего здоровья. И, конечно, очень хочется разбираться, разбираться в том, какие продукты можно есть, какие нельзя, какие симптомы говорят о том или ином состоянии, и как на это все можно влиять. И именно для этого я создала специальный телеграм-канал, он абсолютно бесплатный. По ссылке в описании к этому видео вы можете перейти на этот телеграм-канал. И там я делюсь очень многими лайфхаками, и там я помогаю вам разобраться с тем, что нужно для организма, а что не нужно, что польза, а что вред. Конечно, индивидуальную вашу ситуацию я не знаю, но тем не менее, по той информации, которая есть в телеграм-канале, вы сами можете определить свои индивидуальные состояния. Переходите в телеграм-канал, пользуйтесь этой информацией. То есть, если у вас будет воспаление, у вас будет пониженная кислотность. Если у вас будет пониженная кислотность, у вас не будет достаточно соляной кислоты, чтобы обрабатывать, например, белки и чтобы усваивались минералы. Следовательно, в кишечнике у вас будут гнилостные процессы. Недорасщепленный белок будет гнить. Это одна из цепочек, которая приводит к тому, что в кишечнике начинается синдром избыточного бактериального роста. Есть еще грибкового роста, к которому мы приходим тоже из-за того, что вышележащие органы ЖКТ не работают должным образом и, следовательно, нагружают кишечник. И вот тогда, хоть лечите кишечник, хоть не лечите, вы не влияете на причину, вы будете влиять на следствие. И вот эта вся картина, она как бы едина. Здесь нет такого звена, который мы можем вылечить, не обращая внимания на что-то другое. Друзья мои, просто запомните, что никакие симптомы нельзя игнорировать. Любой симптом – это звоночек. Звоночек на пути к чему-то еще более серьезному, к чему-то еще более опасному. Поэтому, если вы не игнорируете эти звоночки и вовремя влияете на то, чтобы этой симптоматики не было, у вас все будет нормально, у вас ЖКТ будет работать оптимально, но для этого надо знать, как он устроен хотя бы, что нужно для того, чтобы была кислотность. И вот именно такой информацией я делюсь с вами в своем телеграм-канале, ссылку к которому вы можете найти в описании к этому видео. И, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал, потому что здесь много всегда актуальной, полезной информации о вашем здоровье. Этому ролику тоже обязательно поставьте лайк, для меня это очень важно. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурс. Субтитры сделал DimaTorzok